Сроки посадки лука-сивка в Подмосковье. В русской кухне с луком пекут пироги, делают блинчики, готовят первые, мясные, овощные блюда. Чтобы собрать хороший урожай в московском регионе, соблюдаются сроки посадки лука-сивка в Подмосковье. В них учитываются особенности климата, народные приметы, лунный календарь, период созревания сорта. Когда сажать весной? Указать точную дату, когда оптимально высаживать лук-сивок весной, нельзя без знания особенностей климата региона и прогноза погоды на конкретные дни. Планировать можно, исходя из климатической зоны. Так, на юге страны высаживать лук можно, начиная с первых чисел апреля, на севере, с конца мая, в Подмосковье время оптимальной посадки. Лука-сивка весной, период конца апреля-начало мая. Но год-году рознь, и эти сроки не окончательны, ведь почва может не успеть прогреться, ее температура на глубине до 10 см должна быть. В пределах плюс 12 градусов Цельсия, или весна окажется ранней, когда нужно поспешить садить. Луковички, высаженные в прогретую почву важно. Луковички, высаженные в прогретую почву, хорошо переносят ухудшение погоды с резким похолоданием. При понижении температуры растение лишь замедляет свое развитие. Какие заморозки выдерживает весной посаженный лук? Молодым всходом не страшно понижение температуры до минус 1 градус, взрослым растениям – до минусовой температуры 3-5 градусов. Поэтому, зная прогноз на поздние заморозки, спешить с посадкой не нужно, ведь температура может опуститься ниже хорошо переносимой растением. Совет. Когда случаются заморозки, лук-сивок можно укрывать спонбондом или пленкой. Для чего еще нужно правильно выбрать время посадки? При слишком раннем высаживании в конце марта-начале апреля кэвок пойдет в стрелки и будет плохо храниться. Также велика вероятность его загнивания из-за мокрого снега при похолодании. При затягивании с посадкой лук пойдет в перо в ущерб развитию луковицы, часть времени созревания будет проходить при коротком световом дне, это отрицательно скажется на лешкости при хранении. Полезно. Овощеводу при покупке сивка предоставляется информация о сорте лука и сроках созревания. Высчитать дату посадки можно от обратного, от времени планируемого созревания культуры отнять срок созревания для ранних сортов. Это 3-3,5 месяца, для среднеспелых 4-4,5 месяца и 5 месяцев, для поздних сортов и учесть 5-7 суток на прорастание сивка. Получится искомая дата посадки. Ее нужно согласовать с лунным календарем и прогнозом погоды. Лунный календарь для посадки лука весной. Садоводы и овощеводы, выбирая срок посадки тех или иных культур, учитывают фазу луны. Лунный календарь можно купить отдельным изданием, его печатают в газетах и журналах земледельческого направления. Без него можно обойтись, только, чтобы не ошибиться, при какой фазе луны нельзя высаживать лук, стоит знать, что запрещенными днями. Во все весенние месяцы являются полнолуние, день до него и день после. Зная эту тонкость лунного календаря, аграрии без него не высадят сивок в пору, когда сажать нельзя. Нежелательными, как и благоприятными, чтобы вырастить большой урожай сивка, могут быть дни, когда луна начала убывать или расти в разных созвездиях. Без астрологического прогноза здесь не обойтись. Причем астрологами рекомендуется разная посадка для выращивания лука на перо и репку. Народные приметы о сроке посадки лука. Народная примета увязывает посадку лука с цветением растений самое подходящее время, когда нужно сажать лук по народным приметам. Сеянцами – 4-5 неделя Великого поста при ранней весне. При прогнозе на позднюю весну народный совет – заняться посевом после страстной недели или в ее конце. Народная примета увязывает посадку лука с цветением растений. Так, сигналом, чтобы начать выращивать лук семенами, считается цветение крокусов. Также, согласно примете, сеять лук можно, когда лягушки на болоте начнут устраивать весенние концерты. Выращивание лука из севка нужно начинать с распусканием березовых листочков, заканчивать – цветением черемухи. Посадка лука весной в Подмосковье. Репчатый лук выращивают из семян за один год рассадным способом и высеивают в холода, когда еще не наступила зима, растят из севка. Совет. Место под лук выбирают с учетом севооборота. На одной и той же гряде его выращивать рекомендуется через 3-5 лет. Культуры, после которых хорошо растет лук, огурцы, сидираты, петрушка, горох. Севок не следует высаживать после выращивания моркови, помидоров, чеснока. Подготовка земли под лук начинается осенью с внесением удобрений. Гряды перекапывают на штык лопаты, землю очищают от корней, ветвей растений и другого мусора. Сверху по перекопанной земле разбрасывают перепревший навоз, исходя из соотношения 5 кг на 1 квадратный метр, и древесную золу – 1 кг на 1 квадратный метр. Весной поверхность гряды с переработанным за зиму составом разравнивают граблями. Если не удалось внести удобрения осенью, землю подготавливают за полтора месяца до высадки севка. Как правило, вносят перегной и дополняют органику комплексным минеральным удобрением, норма внесения которого на 1 квадратный метр следующая – 30 г. Сернокислого калия – 20 г. аммиачной селитры, 25 г. двойного суперфосфата. Важно! Если почва плодородная и удобрена перед посадкой, подкармливать лук в течение всего времени произрастания не нужно. При выращивании на бедных почвах делаются две подкормки. Первую – жидкой органикой, конским навозом, птичьим пометом, коровяком, через месяц после посадки. Вторую – фосфорно-калийными удобрениями в период роста репки. Высаживают севок в открытый грунт в Подмосковье в конце апреля-начале мая. Зная, какая неустойчивая погода в московском регионе, высадок сразу накрывают укрывным материалом – лутрасил, спонбонд, сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой. Открыть или снять укрывной материал не представляет трудности, можно в любой момент, когда установилась хорошая погода. Почва подготовка участка сортировка Обычно крупные луковицы высаживают для получения зелени, мелкие – на репку. Сажают их отдельно, сначала и в первую очередь мелкие луковички диаметром менее полутора сантиметров. Они не идут в стрелки и высаживаются раньше остальных для урожая головок лука. Чуть позже сажают севок средней фракции – полтора-два сантиметра восточной долготеаметре, который отличается самой высокой урожайностью репки. Самые крупные, около трех сантиметров и более в диаметре, растят на перо или на заготовке, потому что снятый урожай не идет на длительное хранение из-за плохой лешкости. Прогрев севок перед высаживанием 2-3 недели прогревают в помещении, температура в котором поддерживается 25-30 градусов. Если нет помещения, в котором это температурное условие соблюдается, посадочный материал размещают на батарее отопительной системы. Предварительно поместив в ящик. Повысить урожайность сорта помогает непродолжительное, в течение 70 часов, повышение среды прогрева лука до 35-40 градусов. Совет. Чтобы ускорить появление всходов и не допустить стрелкования, рекомендуется перед высаживанием подержать севок 10-15 минут. В горячей, около плюс 50 градусов, в воде с последующим промыванием в прохладной. Обработка для дезинфекции и стимуляторами роста получить хороший урожай здорового лука помогает дезинфекция севка. Использовать для протравливания луковиц можно универсальный фунгицид Максим, область его применения распространяется на семена, клубни. Луковицы, медный купорос. Раствор медного купороса готовят, придерживаясь соотношения 1 час. Лист купороса на 10 литров воды, севок держит в нем 10-15 минут. Для дезинфекции можно использовать составы, приготовленные самостоятельно из веществ, имеющихся в каждом доме. Это соль в растворе, сделанном из 1 литра воды и 2 стакана. Лист пищевой соли, севок держит 3 час, затем промывают. Это и марганцовка, из нее готовят насыщенный раствор, в нем держат лук-севок полчаса, потом промывают. Можно ограничиться одним из этих способов для обеззараживания посадочного материала, можно и желательно провести дезинфекцию и солью, и марганцовкой. Для посадки отбирают только здоровые луковички и обрабатывают севок стимуляторами роста, чтобы не было задержки в росте растения. Для посадки отбирают только здоровые луковички. Важно! Среди хозяев участков распространена методика подготовки севка к посадке со срезанием высохших верхушек, срезом верхушки по плечике. Чтобы ускорить прорастание луковки. При надрезе повреждается защитный барьер луковички, и она становится уязвимой для болезнетворных микроорганизмов. Если на чаше весов, дать растению быстрее прорасти с угрозой погибнуть, или, сохранить растение здоровым и получить урожай, логично выбрать второе. Высаживание лука севка гряду под лук весной перекапывают, комьи земли разбивают, убирают с участка огородный мусор, почву выравнивают. На подготовленном месте мотыгой или плоскорезом на расстоянии 20-25 см делают бороздки. Для луковичек на расстоянии 8-10 см друг от друга делают небольшие углубления в 2-4 см. Совет. Посев можно загущать в расчете на то, что по мере роста лук будут прореживать для использования в пищу. Прижилась посадка севка с использованием расчерченной на земле сетки или созданной натянутой проволоки, веревок. Высаживают лук на пересечении продольных и поперечных линий, интервал между ними устанавливают оптимально нужный для высаживаемого сорта. Луковички втыкают в землю донцем вниз, оставляя плечики открытыми. Если погода установилась хорошая, верхушки так и оставляют открытыми. При прохладной погоде или ожидании похолодания высадку присыпают землей. Есть и другое мнение, луковички нужно присыпать слоем земли в 2 см, чтобы выросли большие головки. В противном случае всходы будут ранними, но получить большой урожай не удастся. Альтернативная посадка китайским методом из далекого Китая, судя по названию «китайский» метод, пришла технология посадки севка в гребни. Земля верхушки гребня по мере роста севка оседает, открывая верхнюю часть луковицы. Но растение окучивать не нужно, оно хорошо укореняется при такой посадке. Благодаря ей, растение получает достаточно тепла и света, в земле после дождя не накапливается влага. Рекомендация. Когда сажают лук-севок весной в Подмосковье, овощеводы со стажем рекомендуют посевной материал с неделю просушивать и прогревать при температуре 20-25 градусов Цельсия. Луковички перед посадкой замачивают на 3 часа в соленой воде 1 стакан. Лист на 1 литр теплой воды. Севок промывают и помещают на 2 часа в крепкий раствор марганцовки, затем промывают и немного подсушивают. При такой обработке луковица обеззараживается от микробов, и лук не болеет. На гряде готовят бороздки, увлажняют землю, в почву добавляют немного песка, древесной залы, на подготовленное место делается высадка. Один сезон от семян до луковицы аргавит в подготовленные емкости с почвой в начале-середине марта высеивают семена. Чтобы чернушка, так называют семена лука, лучше прорастала, ее замачивают в растворе со стимулятором роста, сияния, НВ-101. Как семена проклюнутся и дадут дружные всходы, ящик с сеянцами переносят в прохладное место или ставят в холодильник для развития корневой системы. В начале мая рассаду нужно посадить, сроки совпадают с посадкой севка, в открытый грунт. К этому времени на сеянцах появляются 3-4 настоящих листочка. Из ящика вынимают часть рассады вместе с комом земли, опускают в раствор стимулятора роста, чтобы земля размягчилась, и аккуратно, не повреждая корни, отделяют растения. Грядка готовится разбивкой на бороздки, в которых делают лунки на расстоянии 20 см друг от друга. Остается растение поместить, распрямив корни, в лунку и засыпать землей корневую систему. Междуря демульчируют, лук подкармливают органикой, растворами сияния, арговита, гумистара. С середины июля, чтобы репка была крупной, исключают подкормки с азотом, сокращают поливы. Важно, обрывать зеленые перья лука с гряды, где выращивается репка, нельзя. Лук на перо нужно растить отдельно. Рассады в основном растят салатные сорта. Посадка в гребни Овощеводы советуют луковичный материал сажать в гребни. При такой посадке легко поливать, при обильных дождях вода не задерживается на выступающей земле, и растения не подгнивают. По мере развития лука земля гребня опадает, луковичная головка открывается и оказывается на поверхности. Благодаря хорошо развитой корневой системе, лук продолжает хорошо расти. Время сбора урожая наступает, когда стебель стал желтеть, сохнуть, полег. Лук выдергивают или выкапывают, раскладывают для просушки, затем связывают в косы и вешают в сухом помещении или, когда осень без дождей, под навесом. Указать точный день уборки лука с гряды нельзя, будь это Московский регион или Сибирь. Как и земледельцы других территорий, Овощеводы Подмосковья ориентируются на погоду, зрелость растения, пользуются лунным календарем. Выращивать лук несложно. Чтобы урожай был высоким, нужно время посадки выбирать с учетом климата, народных примет, рекомендации, высчитанных астрологами.